Администрация Сергиево-Пасадского района продолжает придерживаться принципов публичности, открытости и доступности, которые были провозглашены в нашей деятельности. В конце ноября пройдут очередные торги по распоряжению земельными участками. Сформировано 8 лотов. Предметом аренды, которые вошли в эти лоты, являются 8 земельных участков. Три из этих земельных участков имеют коммерческое использование, один участок для размещения магазина, для оздоровительно-спортивного комплекса и социальной направленности земельный участок для детского творческого центра. И 5 земельных участков разыгрывают право аренды на них по предоставлению для личного подсобного хозяйства, то есть в пределах населенных пунктов, для строительства жилого дома и производства для личных целей сельскохозяйственной продукции. Значит, администрация разместила извещение о проведении торгов 27 октября на едином сайте проведения аукционов официальном Российской Федерации. И в газете «Вперед» 29 октября тоже вышло соответствующее извещение, в котором есть вся информация по проведению данных аукционов. Администрация будет продолжать работу по проведению распоряжения земельных участков исключительно только на торгов. Данная позиция недавно, согласно принятым решениям Сергиево-Посадского городского суда, была поддержана о том, что именно публичное открытое распоряжение землей путем проведения аукционов является правильной. На сегодняшний момент формируется еще проведение аукционов. Порядка 80 участков будут выставлены в конце этого и в начале следующего года на аукцион. Большинство этих земельных участков для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства. Администрация предполагает, что таким путем будет, во-первых, кроме соблюдения данных принципов, еще и получены дополнительные средства в бюджет для того, чтобы решать какие-либо проблемы социально значимые на сегодняшний момент на территории Сергиево-Посадского района. Значит, приведу следующую статистику, которая, на мой взгляд, является интересной. Общее количество земельных участков, которые были предоставлены в 2012 и 2013 году, порядок предоставления которых соблюдался на торгах, составляет, соответственно, в 2012 году 16,1%, а в 2013 году 9,5%. То есть, все количество земельных участков, которые были предоставлены за эти годы, и то количество, которое из них было предоставлено на аукционы, это вот такое процентное соотношение. Администрация в дальнейшем будет переходить на аукционный порядок предоставления земли. Кроме того, на сегодняшний момент, с 1 марта 2015 года будут внесены изменения в земельный кодекс, который упорядочит и конкретизирует порядок и условия предоставления земельных участков без торгов. И данная процедура по распоряжению земельными участками территории района, в данном случае, на мой взгляд, будет более прозрачной и публичной. Продолжение следует...